Свят, свят, свят Господь Саваоф. И находясь в Его присутствии, у нас нет причины быть грустными, печальными. У нас есть причина для того, чтобы мы радовались и рассуждали о Его теле. Апостол Павел говорит, у нас сейчас прошла эта часть, первое служение, где мы участвовали. И я хотел бы сегодня поделиться некоторыми местами Писания, которые помогают нам разобраться более подробно в том, что происходит в момент этого служения. Первое место Писания я хотел бы, чтобы мы открыли, это Евангелие от Лука, 24 глава. Если вы кого есть Библию, можете открывать. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60-е от Иерусалима, называемые Эмаус. И разговаривали между собою обо всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус приблизился, пошел с ними. На глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем вы, идя, рассуждаете между собою, и о чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни. И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом. Как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения насмерть и распили Его. А мы надеялись было, что есть Тот, Который должен избавить Израиля, но со всем тем, вот уже третий день, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба, и не нашли тела Его. И пришедшие сказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жил. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начал от Моисея из всех пророков, и изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. И тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснил нам Писание. И вставши в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. А они рассказывали о происшедшем на пути и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Обратите внимание, тут дважды упоминается о преломлении хлеба. Но я хотел бы начало этого стишка, этого абзаца, третий стишок, тринадцатый стих, говорит, «Двое по дороге шли вместе». Я думаю, что это одно из самых больших чудес, которые описаны в Евангелии, когда двое идут вместе в одном направлении, об одном рассуждают. Не правда ли? Это великое чудо. Потому что сегодня мы, когда сходимся, не всегда у нас есть одно мнение, одно ведение на какие-то вещи. Мы готовы спорить, мы готовы доказывать свое, но не рассуждать о том, о чем рассуждали ученики. Эти ученики рассуждали о страданиях и смерти Иисуса Христа. Им было тяжело представить после того, что происходило в Иерусалиме, эти три с половиной года в Израиле, что Иисус пошел на крест и умер. И Писание говорит, что Иисус присоединился к ним. И он начал изъяснять им Писание. Почему Иисус сразу не открылся им? Он хотел обратить свое внимание на Слово Божие, потому что Писание говорит, что вначале было Слово. И Слово было у Бога и стало плотью, и обитало, полное благодати и истины. И когда они вошли в дом, Писание говорит, что Он, Иисус, взял и преломил хлеб. В то время хлеб преломлял в доме, кто помнит? Хозяин. Он был хозяином в этом доме. Если в нашем доме хозяин Господь, и Он преломляет хлеб, и Писание говорит, что тогда открылись у них глаза. И они, вдохновленные, опять встали, возвратились в Иерусалим, нашли 11 учеников. И те говорят, мы тоже знаем, что Он воскрес, потому что Он явился Симону, женщинам явился. И они рассказывали о том, как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Читаем второе место Писания. Я хочу прочитать два стиха. Это начало Библии. Третья глава. Давайте прочитаем выше. С четвертого стиха. «И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Это впервые упоминается выражение «И открылись глаза у них». Смотрите, Адам и Ева – это первая пара людей на земле, сотворенных Богом, ходили в присутствии Божьем в саду Эдемском, и когда подошел к ним дьявол, он говорит, «Вкусите с дерева познание добра и зла, и откроются глаза вы, и вы будете, как Боги». И Писание говорит, что открылись у них глаза, и что они увидели? Что они наги, грязные, выдали от Бога, и пришел страх в их жизнь. И они спрятались. Это находясь в присутствии Божьем. И дьявол не обманул, сказал, что «откроются глаза, и вы будете, как Боги». В первом месте мы прочитали, что два ученика тоже идут вместе и рассуждают о смерти страданий Христа. И открываются их глаза, и они узнают Господа. Мы видим первые двое людей, которые имели духовный взгляд, они всегда были в присутствии Божьем, они видели Бога воочию, они общались с Ним. Но глаза их не прозревают какие? Физические, а духовные глаза закрылись. И они увидели свою срамоту, свою наготу и пришли в страх. Если мы зададим вопрос себе, почему это произошло, мы смотрим, первые двое людей рассуждали о том, как стать богами. И они получили знание. Познание добра и зла. У них был выбор жизнь, познать дерево жизни и познать добро и зло. Двое учеников, они и шли и рассуждали о страданиях Христа. И также открылись их глаза, и они увидели Господа. Вы знаете, сегодня перед каждым из нас Писание говорит, что когда вы участвуете в этом служении, вы рассуждаете. Мы рассуждаем. Перед нами всегда есть выбор. Каждый день познание добра и зла и жизни, дерево жизни. Потому что очень часто люди говорят, зачем? Зачем Адам и Ева сделали это такое решение? Вот если бы они не сделали, мы бы сейчас жили и радовались. Мы бы не мучились. Но перед нами каждый день выбор. Смотрите, у нас есть источник познания добра и зла. Вот, к примеру, у каждого есть телефон, да? Я смотрю, у некоторых даже светится и сейчас. Мы этот источник познания бездна, богатства, премудрости и ведения, да? Только откуда? Мы можем черпать и знание, познание добра и познание зла. Не правда ли? И есть Слово Божье. Если утром просыпается человек, задайте вопрос. Первый, какой источник он открывает? Каждый ответил для себя сам. Сколько времени мы проводим? Мы каждый день имеем этот выбор. Каждую минуту. Мы ложимся спать. К какому источнику мы обращаемся? К познанию добра и зла или к познанию древа жизни? Иисус говорит, я хлеб, шедший с небес. Вкусите и увидите, как благ Господь. Почему я это говорю сегодня? Статисты говорят, не знаю, правда это или нет. В среднем человек проводит два с половиной часа на телефоне, на этом источнике. Его и называют огрызок, да? Аппл, надкушенный. Надкуси и увидишь. Даже не надо вес съедать. И вот смотрите, два с половиной часа это не считая время, когда люди по работе надо иногда. Пять, шесть часов люди работают с телефона. И если посчитать это время, перевести хотя бы сколько времени проводили источника жизни, то мы бы имели совсем другие результаты. Вы знаете, мы не всегда довольны собой, и когда человек идет в церковь, он готовится. Скажите, кто-нибудь из вас, я сейчас буду, вопросы и ответы. Ответы давайте каждый для себя. Кто-нибудь из вас шел сегодня в церковь, чтобы не посмотрел на себя в зеркало? Возможно, только молодые люди, подростки. Мама будет до последнего, встал, вскочил в 12-13 лет, ему все равно, что там на голове, собрался и пошел. Но мы, чем старше становимся, тем больше и больше мы уделяем время зеркалу. Мы смотрим на себя, мы не всегда довольны, и в большинстве случаев недовольны, не правда ли? И то, что мы это делаем, это правильно. Я хочу, чтобы мы сейчас одно место Писания еще открыли. Это Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, 1 послание. 5 глава. «Сам же Бог мира да освятит вас во всякой полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа Иисуса Христа». И смотрите последовательность, чтобы дух и душа и тело, они сохранились, один из переводов или объяснений говорит, чтобы было в гармонии. И сегодня стоит перед каждым из нас вопрос, когда ты смотришь, я сказал, обратите внимание, дух, душа и тело, но мы сначала что обращаем внимание? На наше тело, потом на нашу душу, и потом уже дух, потому что Писание говорит сначала телесное, а потом духовное. И вот смотрите, когда мы смотрим на себя в зеркало, я думаю, у каждого есть претензии к своему внешнему виду, к своему телу. Я думаю, что нет таких людей, у которых нет претензий, хотя Адам и Ева, они были совершенные, это было совершенное творение. И мы смотрим, там где-то что-то надо скрыть, там где-то надо закрасить, замазать и так далее, и мы стараемся, мы понимаем, что нам надо от чего-то избавиться, что-то у нас лишнее. Вы понимаете, о чем я говорю? Потом мы обращаем внимание, мы выходим на свою душу, на свое состояние. Мы понимаем, и там не все в порядке, и там есть какие-то изъяны, что-то лишнее, надо от чего-то избавляться, свой лексикон, свои там привычки и так далее. Потом, когда мы приходим в Дом Божий, и Бог приходит на нас, мы слышим Слово Божье, оно касается нас, и мы понимаем, что и в Духе нашем не все в порядке. Если сегодня задать вопрос, и задайте каждый себе, есть ли здесь человек, который бы сказал, я доволен своим состоянием в Духе, в Душе и в теле? Я не думаю, что есть, потому что, если бы такой человек, ему не было, что делать здесь? Зачем тогда приходить? Мы приходим, чтобы мы изменялись. Вы знаете, книжники и фарисеи, они тоже были недовольны собой. Они искали Христа, они спорили с Ним, доказывали, задавали вопросы. И когда читаем Нагорную проповедь, в 6 главе, кажется, Иисус говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, кто помнит дальше, что написано? Не войдете, не увидите в Царство Небесное. И в Луке написано образец книжника или фарисея. Вы помните молитва? Молится фарисей. Господь, я благодарю Тебя. У них был, было построено правильный образец молитвы. Сначала благодарность, не правда ли? Я благодарю Господь за то, что я спасен, я избран, они были с избранного народа, за то, что я не таков, как в этом мире люди есть, грабители, убийцы, обидчики и так далее, или хотя бы даже не такой, как вот этот сосед возле меня стоит. Мы же когда молимся, мы тоже рассуждаем. Ну, касается Слово Божие, ну, да, нехорошо я делаю какие-то вещи, не всегда прав, но вот рядом Петя, Вася, Маша, Саша, они еще хуже меня, это меня успокаивает. И дальше его молитва звучит так. Господи, я пощусь два раза в неделю и отдаю десятину из всего. Сегодня вопрос каждому из нас. Когда ты последний раз отдал десятину из всего? Я думаю, строительством уже мы, наверное, полгода не показывали, что надо строить, и уже мы были в новом здании. Два раза в неделю пощусь. Сегодня задай себе вопрос, когда ты постился последний раз в этом году или в прошлом году? Один день. Три дня, пять дней, семь есть пост, да, библейский? Двадцать один день. За сорок не говорю, не поднимайте все руки сразу. Вы знаете, мы живем, проходят годы, и мы, когда остаемся наедине с собой, когда гаджеты наши закрытые дерева, познание добра и зла, и чем больше мы вникаем туда, погружаемся, исследуем, тем глаза наши открываются больше и шире. Мы говорим, у нас кругозор повышается, да, мы ставим всесторонне развитыми и так далее, но тем больше мы становимся недовольны сами собой, и тем меньше мы видим Христа. Но когда мы остаемся наедине, потому что Дух Святой, Он весь к каждому из нас, и Он стучит, стучит, и ты когда честный сам с собой, и ты видишь это недовольство. А Христос говорит, что ты даже, если не будешь такой, как эти книжники и фарисеи, не превзойдешь их, то ты даже не увидишь, не войдешь в Царство Небесное. И сегодня, если задать вопрос, и сказать, а почему это? Это все связано. И те же наши десятины, и те же приношения, и те же посты наши, и молитвы. Сегодня люди говорят, когда задаешь, вот я разговаривал с братом, он говорит, а ты знаешь, что раньше, раньше, когда-то был церковный пост. Один день по всему Союзу был день поста. Кто помнит? Вот. Брат Сергей помнит. Пятница, это был день поста. Во всех церквях, и мы были маленькие, постарше, росли, и мы понимали, что это все. Хочешь ты, не хочешь кушать, папа и мама сказали, надо поститься. Не знаю, было это правильно или нет, но мы привыкли, и мы постились. И мы постились, и я помню, сколько, 83-й год, когда я попал в тюрьму, первое, что я пришел, и брат меня встретил на бараке, он говорит, ты знаешь, мы тут все разные, верующие. У нас нет никаких споров, регистрированный, нерегистрированный, баптист, адвентист. И пятница у нас всех пост. И для нас это было порядки вещей. И когда ты идешь в строю на завтрак, на обед или ужин, заключенные подходили, говорят, можно я сегодня возьму твою пайку? Они знали, что у верующих пост, а для них это был праздник. И ты даже если бы хотел пропустить этот пост, ты не мог пропустить, потому что все знали и на неделю, на две заказывали. И мы были там разные, баптисты, пятьдесятники, адвентисты, сионисты, толстовцы, ну я не помню всех, 40 деноминаций. Но всех было единство, не было никаких споров, не было никаких разделений, потому что мы знали, что мы верим в Бога. И как сказал пастор сегодня, есть самое главное, то, что нас объединяет, ради чего мы приходим, ради спасения нашей души. А нюансы, они уже не имеют этого значения. Как же слаживаются обстоятельства, я прочитал этот отрывок местописания, вспомнил, лет 15, может меньше, в одной из поездок в Израиль мы ехали, у нас была группа небольшая, и к нам присоединили еще несколько групп, по три, по пять людей, и именно по этой дороге в Серусалим и в Маус есть развалины церкви. Очень интересное место, и там всегда автобусы туристические останавливаются. И мы ходили, рассматривали наш гид, который должен был быть, у него случилось там непредвиденные обстоятельства, с ТБН, кто знает, была такая организация христианская. И водитель подходит ко мне, говорит, вы не хотите, он знал, что я пастор, не хотите сделать преломление. Я говорю, я как-то не подумал об этом. Он говорит, ну, у меня всегда, он возит постоянно эти группы, у меня, говорит, все для этого есть. И он достает бутылку вина, достает стаканчики, и я говорю нашей группе, сейчас мы, когда все окончат осмотр, кого что интересует, кто желает, мы свершим хлебопреломление. Это историческое место, и церковь, которая развалена, так и называется, явление Христа ученикам. И подходят две женщины из группы, которая подсоединилась с Украины, они приехали, и они увидели вино, и говорит, мы бы с удовольствием приняли причастие на таком месте, но понимаешь, брат, в нашей церкви мы употребляем не вино, а сок яблочный, или виноградный. И для меня это, ну знаете, ну как сказать, задача возникла. Но водитель стоял и слушал, он не первый раз в этой ситуации, он молча идет в автобус и приносит бутылку виноградного сока. Я говорю, слава Богу, Бог велик. И я говорю, есть виноградный сок. И я начал развивать в эти стаканчики, эти женщины опять подходят ко мне, говорят, знаешь, у нас в церкви не принято стаканчик, у нас общие чаши. Водитель, видно опыт и эксперимент, имел очень большой, он мне достает две чаши посеребренные. Ну и за все, конечно, у него есть своя, как бы сказать, заинтересованность. Я разлил, налил в чаши, помолился и говорю, как вот пастор сказал, кто имеет право участвовать и так далее. И эти женщины стали стоять в стороне, я спрашиваю, а в чем проблема? Уже все по-вашему. Им так неудобно было, вы понимаете, но вот в нашей местности, в нашей церкви заведено перед преломлением делать омовение ног. И я понял, что это не окончится. И если нам сейчас задать вопрос, вот пастор говорил только, что вы были внимательны в молитве, мы принимаем тело, участвуем, но сейчас тело наше, есть люди больные. Сейчас задать любому из нас вопрос или двоим троим, мы будем, как Клеопа и Лука, что они шли вместе и одинаково рассуждали. Что мы принимаем, тело или мы принимаем хлеб? Если мы принимаем хлеб, то написано, что вы принимаете тело, а если мы принимаем тело, а мы же являемся телом Христа. И для людей многих это как вот троица, тяжело уместить. Люди сходятся, задают вопрос о вознесении церкви. Будет доп, гонений, после гонений или посредине. Споры. Они были единодушны. А у нас, когда мы сходимся, будут споры. Мы хотим показать, что я чуть-чуть больше знаю, больше у меня титулов, дипломов и так далее. А какая разница, когда она будет до вознесения, после или посредине, если ты не готов или я не готов. Тебе оттого ни холодно, ни жарко. Но не правда ли? Я приехал к одним друзьям недавно в другом штате, не в нашем. И хорошие друзья, я дружу с ними долгие годы, но у них спор. Земля круглая или плоская? Ответьте. Вот сейчас спросить, но я думаю, не каждый захочет сказать свое мнение, и они говорят, рассуди нас. Я так думаю для себя, если я скажу круглая, то плоскостопники, я с ними потеряю дружбу. Скажу наоборот, с теми потеряю. А я говорю, в принципе, в моей Библии написано, что она квадратная. Четыре края земли, четыре угла, север, восток, запад и юг. И мне, в принципе, оно одинаково. Это на скорость нашего вознесения оно не повлияет. Главное, чтобы мы были готовы. И какая она не есть, ее Бог сотворил. И нас это не должно разделять, потому что люди ищут причину, как бы выделиться перед другим, что-то доказать. И тогда глаза, вот Адам и Ева, им дьявол сказал, вы будете как боги, будете все знать. И это чувство присуще нам. Мы хотим все знать. И знать не потому, что знание, в знании есть сила, но есть Писание говорит, что знание что? Надмевает. И показать или показаться через ближним своим, а я вот лучше знаю. Вот вы все верили в круглую землю, а я вот теперь в такую верю. И другие у нас, если задать вопросы, это очень-очень много вопросов, которые мы найдем. Но когда мы находим то, что нас объединяет, как было сказано, главное, что Христос умер за нас и дал нам вечную жизнь. Вы знаете, когда мы идем и готовимся, как я прочитал, дух, душа и тело, они должны быть в гармонии. И тогда ты начинаешь думать, и многие люди, когда рассуждаешь с ними, они говорят, ты знаешь, вот думал 20-30 лет, возьму себе пост, один день в неделю буду поститься. И говорит, до обеда попостился, жены дома не было, потом и постился, не было, что покушать, а потом наелся чипсов с перцем и скорая забрала. И говорит, я больше не рискую. Но вы знаете, когда ты привыкаешь к тому, вот почему у православных есть календарь. Раз в неделю пост, и в Библии есть об этом написано, есть трехдневные, семидневные, 21-дневные посты, пост Даниила и так далее. Я не говорю сейчас о диете. Диета не помогает. Кто попробовал, знает и скажет на это аминь. Но когда ты постишься, это все взаимосвязано. Наше тело, Бог знает, потому что Он его построил. Как будет правильный метаболизм, или как вот эти вещи, обмен веществ, и люди жалуются, вот у меня неправильный обмен веществ. Начни поститься хотя бы раз в неделю, один день, сутку. Люди сегодня, только врачи установили недавно, пару десятилетий или чуть больше, печень, которая перерабатывает жир. Вы знаете, у нас у всех есть жир. У Богдана нет. Описание говорит, что жир принадлежит Господу. И жир – это Божий слуга. Но печень, она начинает перерабатывать жир после 18 часов. Если в 18 часов не попадает пища, он тогда, только печень, начинает перерабатывать жир. Если ты постигшься сутку, вот этих 6 часов, для того, чтобы перерабатывался. Если ты вторую сутку начинаешь поститься, тогда уже за вторую сутку перерабатывается ровно в 4 раза. И приходит гармония. Приходит гармония, восстанавливаются наши эти все процессы, метабулизмы и так далее. А если ты раз, как в православном календаре, там полгода попостишься, 3 дня, скажешь, а нет нужды, не надо поститься, когда нужда. Благодарность Богу. 7 дней, 21. читаем Иона. В каком городе, кто помнит был? Неневия. Язычники-халдеи, как мы говорим. Три дня, начиная от младенцев до царя и включая скот, не ели, не пили, никто не умер. И все были стройные, как и парис. И мы должны эти вещи понимать. Тут нет полусь, Степан, он когда-то на той зоне, где я отбывал срок, он потом, они уже с братьями служили там. Я когда пришел, это 83-й год, у меня было 98 килограмм чистого веса. Я работал на стройке, жира не было. Через 3 месяца жена моя, свидетель, 51 килограмм. И мы не знали, что такое слово диета. Мы не знали, что такое депрессия. И мы постелись и шли на работу без выходных по 14 часов. В карьере били камень. И мы говорим, что я не могу. Плоть наша, она взяла нас в такие, как бы сказать, ежовые рукавицы. И мы говорим, мы не можем, мы не хотим. Но Павел говорит, чтобы и дух, и душа, и тело были в гармонии. И когда мы начнем хотя бы с телесного, читаем 3-я книга Царств, написано, что Илья, помните, был такой пророк? Он хотел видеть славу Божью, чтобы пошел дождь, он помолился, чтобы молитва была отвечена, да? И написано, посылает отрока, пойди, посмотри. Вы помните, какая поза или позиция тела его была, когда он молился? Голову положил, лицо написано, положил между колен и молился. Я специально смотрел в словарях, написано, это обычное, стандартное положение тела на Востоке, когда люди молились или медитировали, или созерцали. Мы сегодня, некоторые ходят в спортзал, попробуйте, я думаю, из трех, кто ходит в спортзал, один, возможно, сможет положить. Они падали, ниц, голову между лицоколен и простирали руки пред Богом. И это было не 2-3 минуты, а было определенное время, они говорят, созерцание красоты Божьей. И как вы думаете, Он увидел с маленького облачка, как ладонь, что Он увидел? Большой, обильный дождь Божьего благословения. Я прочитаю еще одно место Писания или даже читать не буду, если есть на доске Откровение. Написано, Бог обращается к церкви. Почему я это говорю? Последнего времени или последнего периода Откровение, 3 глава. Сейчас я скажу. 3 глава, 17 и 18 стих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогателый, ни в чем не имея нужды, не знаешь, что ты несчастный, жалок, нищ, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду одеться, чтобы не было видно срамоты ноготы твоей и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Сегодня мы можем думать, что это Адам и Ева, они ослепли и это их не было проблем. Но сегодня Бог обращается к церкви и говорит, ты жалок, беден, слеп и нищий. И Бог дает советы. И Бог дает советы. В этой же книге в Откровение, там 22 глава, написано, и увидел я дерево жизни посреди. Помните, да? И 12 раз приносящие плоды для исцеления. 12 раз каждый месяц. Мы принимаем причастие сколько раз в году? 12 раз. Мы получаем вот этот заряд, получаем этот импульс, и мы идем к источнику, потому что Он хлеб жизни, Иисус хлеб, шедший с небес. И если мы питаемся этим хлебом, мы молимся в молитве, отче наш, это не только о физическом хлебе. Дай нам хлеб насущный на каждый день. И каждый день, если мы обращаемся к Нему, глаза наши открываются, мы начинаем видеть Его. Если мы идем к источнику познания добра и зла, у нас в каждом есть в кармане, мы становимся всесторонне развитыми, грамотными, умными, но мы меньше, меньше и меньше видим Христа. Я хотел бы, чтобы в этой молитве давайте встанем на наши ноги. Мы сейчас будем молиться Богу и проверять свое сердце. И возможно, ты тоже в своей жизни думал, вот это начну с Нового года читать Библию, начну в следующей пятнице поститься. И прошел год, десять и тебя не получалось. Новый год начинается для тебя сегодня. Не надо ждать календарного года. Ты сегодня можешь принять к решению, вы помните историю о молодом человеке, который ушел из дома отца. Он работал на работе, мы сегодня все работаем, и он пас свиней. Для нас это мы понимаем, о чем идет речь, но тогда люди пасли коров, овец и пасли гусей. Если бы там было написано, что он пас коров или овец, евреи были, пастухи овец или хотя бы гусей, это бы не так воспринималось для евреев, но почему Христос это было нечистое живота, это была нечистая работа. И написано однажды, опомнившись, придя в себя. Я хотел бы, чтобы мы опомнились и пришли в себя. Мы ежемесячно, из месяца в месяц проводим это служение. Мы берем для себя какие-то обязательства. И написано, что опомнившись, он говорит, я встану и пойду. Куда? Сегодня люди, когда приходят в себя, осознают свое положение, видят и в духе нет порядка, и в душе, и в теле, они обычно уходят от Бога или уходят с церкви, уходят из дому. Но он говорит, я встану и пойду к Отцу моему. Мы должны понимать, что только в Боге успокоится душа наша. Мы можем принимать и предпринимать различные действия для нашего Духа, души, но если мы не пойдем к Отцу, мы никогда не будем иметь то, что Писание говорит, и дух, и душа, и тело, чтобы наши были сохранены. Я хотел бы, чтобы в этой молитве, если ты нуждаешься в молитве, ты понимаешь, что тебе нужно это, ты можешь выходить сюда, за тебя помолятся служителя. Ты можешь прийти и сказать, Господь, я хочу пойти к тебе. Написано, он говорит, я встану и скажу, что согрешил я против кого? Против неба и пред тобою. Сегодня у нас у каждого достаточно. Мы приходим к Богу, Бог по великой милости прощает, но мы, выходя из этого места, не всегда мы получаем полное удовлетворение. Мы приняли причастие, мы слышали слово, мы ободрились, но уходим и нет полной удовлетворенности перед Богом. Нас мучают разные вещи, телесные, душевные, духовные, но мы можем прийти к Нему и сказать, Господь, я принимаю решение. Я принимал уже неоднократно, но оно не работало, но я хочу, чтобы в этом решении был Ты. Если это семья, чтобы Ты был третьим. Вы помните этих двух людей. Если третий, Иисус, Он преломляет в Твоем и Моем доме хлеб, мы будем иметь результат. Глаза наши, они откроются, и мы вдохновлены, и мы сможем пойти куда? В Иерусалим, В Иерусалим, дорога на гору, мы слышали сегодня. Мы тогда, душа наша будет петь, дух наш будет петь, плоть наша будет петь, и мы с радостью, мы с радостью будем подниматься и преодолевать любые вершины, любые проблемы, потому что Отец, Он выходит навстречу. И сегодня, если ты открываешь свое сердце, Он выйдет тебе навстречу. Написано, Отец бежал ему навстречу. Я сегодня хотел бы, чтобы сейчас, порассуждая в этой молитве пред Отцом, закрой свои глаза и задай Богу вопросы. Он задаст тебе вопросы. Скажи Ему то, что ты хочешь, и только с Его помощью ты сможешь начать то, что ты сегодня решаешь в своей жизни. Отец Небесный, мы стоим пред Тобою, Отец, и мы сейчас, Господь, принимаем решение, Господь. Мы проверяем, Господь, свои сердца. И я знаю, что Дух Святой свершает свою работу, Господь, с каждым сердцем, потому что мы дети Твои, и Ты любишь каждого из нас. И Ты желаешь, чтобы мы, опомнившись, пришли к Тебе, чтобы мы сказали, идем к нашему Небесному Отцу, мы молимся, Отче наш, потому что Ты сущий на небесах. Мы Тебе говорим, да святится имя Твое в нашей жизни, Господь, и да придет Твое Царство, Господь, и Твоя воля да исполнится в нашей жизни, Господь. Мы в этой молитве просим, чтобы Ты хлеб насущный, Господь, подавал нам на каждый день. И ученики Твои говорили, подавай нам сей хлеб каждый день, Господь. И мы просим, чтобы наше сердце было открыто, Господь, чтобы мы находили время, Господь, для того, чтобы освящать Свою душу, Свой дух и Своё тело, Отец. Во имя Христа Иисуса, Господь, Ты сегодня проходишь по нашим рядам, Господь, и Ты видишь, Господь, решение каждой души. Ты видишь решение каждого дома и каждой семьи, Господь, и я прошу, во имя Иисуса Христа, чтобы Твоя совершенная воля, Господь, исполнялась в нашей жизни, чтобы наши глаза открывались, Господь, участие и преломлении и хлеба, Господь, чтобы мы видели Тебя, распятого, Господь, и осознали, что ради нас, ради наших грехов была совершена эта великая жертва искупления и прощения, Отец. Мы просим и молим Тебя, Господь. Мы, как народ Божий, как церковь, идём к Тебе, и мы не хотим быть слепыми, нагими, раздетыми, Господь, жалкими и нищими, Господь. Мы хотим, чтобы Духом Святым Ты помазал каждого из нас и наши глаза были открыты, Господь, чтобы мы видели Тебя, Господь, чтобы мы видели одесную Тебя, Христа, Господь, и чтобы в нашей жизни, Господь, Ты всегда шёл с нами, Господь. Доверяем Тебе нашу жизнь, доверяем Тебе наши семьи, наши дома, вновь и вновь посвящаем Тебе, Господь, наших детей, наших внуков, и знаем, что они в Твоих руках, из Твоей руки никто не похитит, Отец. Во имя Христа Иисуса мы просим и молим Тебя, и за всё Тебе, Господь, мы благодарны, добрый, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, и весь народ надо сказать Аминь.